Тема лекции «Отказ при забивке сваи». Что такое отказ? Во-первых, объясню, значит, это перемещение сваи одним ударом, молотом, называется отказом сваи. Отказ сваи определяется при достижении сваи, после погружения сваи, проектной отметки. То есть, получается, значит, после погружения сваи до проектной отметки, дальше идет, значит, надо контролировать перемещение сваи от ладо удара, конкретно шкала перемещения, понижения сваи. Теперь, определяя величину отказа, можно определить несущую способность сваи теоретическим методом, и плюс еще после отказа сваи. Мало влажных песчаных грунтах несущая способность сваи во время снижается. Это объясняется, что зона уплотнения после погружения сваи уменьшается за счет релаксации напряжения. То есть, через определенное время, через определенное время, значит, что этот восстанавливается первоначальные свойства, значит, его грунта. Вот. Здесь, значит, что? Что такое проносит дыха сваи? Значит, это определяется с учетом типа грунтов. Вот. Например, для песчаных грунтов составляет 3-5 суток. А в глинистых грунтах он больше, там, 5-10. С углинов 15-20 суток. В глинистых, значит, 25-30 суток получается. Значит, этот при выполнении, при выполнении у нас курсового проекта, курсового проекта, посмотрите, значит, у нас есть геологический разрез. В геологическом разрезе у нас указаны, значит, типы грунтов. Например, если, например, там написано, глина толщиной, например, 5 метров, это есть, значит, вот. Дальше, например, может быть там заданность у глинов глубиной 3 метра. Вот эти цифры у вас заданы. Значит, согласно этим результатам геологического разреза вы можете, значит, организовать при выполнении технологических, значит, технологических проектирования с учетом свойств грунтов по вашему варианту. Вашему варианту. Значит, отказ сваи, значит, реальный на строительных площадках, когда идет погружение сваи, там, значит, на поверхности сваи, значит, отмечается, значит, шкала, шкала через каждые 10 сантиметров, и по ним можно контролировать, значит, перемещение сваи, перемещение сваи, и надо сопоставлять потом с величиной, который указан проект в документациях. Теперь следующий, значит, вопрос нашей темы, значит, средства лов сваи. Во-первых, я вам скажу, что забить сваи до заданной отметки, там, по заданной высоте, по линии, не всегда удается, поэтому иногда приходится срезать их головой на определенном уровне. Для того, чтобы, значит, выполнять эти работы, значит, применяется оборудование для стресс к голову сваи, они могут быть механические, могут быть взрывные, термические способы могут быть. Здесь, значит, что, во-первых, там вы посмотрите, у нас есть, значит, вот результаты вертикальной разбивки, вертикальной разбивки, где мы определили высоту расположения ростверка. Раньше на практических занятиях мы с вами знаем, что голова сваи должна выходить в ростверк минимум не менее 5 сантиметров, не менее 5 сантиметров. И вот эти отметки все на строительной площадке, значит, отмечаются там обычно масляной краской, вот, и остальная часть, значит, вот, остальная часть сваи необходимо срезать специальным оборудованием, вот. Здесь, значит, вот у вас на экране, смотрите, вот у нас заданы различные там варианты, вот, например, в объекте там кузовостроя, вот. Ну, вы знаете, что мы с вами с учетом размеров сваи, вот, плюс еще там, с учетом массового сваи, марка бетона, значит, оборудование с вами, значит, подобрано, вот, подобрано. Здесь тоже вы, значит, вот, для оборудования необходимо, необходимо подобрать надо техническую, техническую, характеристику, паспорт, паспорт надо брать, и по ним надо изучить соответствие этого оборудования, для того, чтобы срезать этих голов сваи, конкретно для вашего варианта, для вашего варианта. Здесь еще заданы, вот, смотрите, оборудование, например, другие варианты, главдаль строя, вот. Здесь еще, вот, видите, вот, Горьковского, Горьковского тресла, там спецфундамент строя. В основном здесь, вот, конструкция этих оборудований для срезков, значит, смотрите, ну, одинаковые детали здесь, вот, вот, речавей, палец, вот, здесь указано, посмотрите, вот, палец-пас, вот, петля для того, чтобы поднять грузоподъемный механизм, вот, для, ну, грузоподъемного механизма. Обычно в качестве грузоподъемного механизма применяют, там, петрубовые укладчики, или, там, подъемные краны, даже можно с помощью экскаватора, там, вот, рабочего органа можно снять и можно применять в качестве грузоподъемного механизма. Вот, например, конкретно, например, для, вот здесь, значит, указано, что производительность до 150 сваев смену, вот, вот, например, вот, для установки СП-61, Оржского завода. Ну, есть, знаете, оборудование, которое срезает бетон с арматурой, но есть оборудование, значит, они убирают только бетон, а арматурой приходится срезать потом другим оборудованием, ну, например, бензорезом, или, там, могут быть, значит, этот, сейчас, вот, в настоящее время часто применяют, там, болгарки, знаете, все инструменты есть, вот, для того, чтобы срезать арматурой. Арматурой дальше заправляет, тоже, в роствер, длина, длина, заправление, для того, чтобы заправить длину арматурой, должна быть не менее 25 дна, да, это диаметр арматурой, 25 дна, диаметр арматурой. Вот. Значит, здесь тоже мы, при выполнении курсового проекта, курсового проекта, мы особо, конечно, практически не сможем этот технологический процесс организовывать, ну, здесь просто основные задачи при выполнении технологического процесса, это подбор оборудования для средств и логов сваи, вот, и по техническим характеристикам соответствия их нашим конструктям, то есть имея в виду сваи, размеры, сечения и подобные размеры. Вот. Здесь на экране, вот, значит, задано схема устройства для скручивания концов сваи. Вот. Я вас попрошу, значит, студенты, вот, при, если подобранном оборудовании, тоже по интернету находить соответствующую техническую характеристику, значит, вот, и там, вот, в этих технических характеристиках точно такие же с нами присутствуют. Плюс еще, значит, скажу, у нас в ходе выполнения курсового проекта, значит, вот эти все вопросы, значит, мы, ну, то есть, по этим вопросам мы должны организовывать, значит, технологические процессы, ну, ну, и все эти требования, которые, значит, вот, мы должны руководствоваться для выполнения, для строительного монтажного работ, должны присутствовать по естественной записке. По естественной записке. Ну, вот, на сегодняшний день все, вот, вот эта тема, по этой теме, значит, вот, практические задачи, практические вопросы по этим темам будем рассматривать в ходе выполнения курсового проекта.